всем привет сегодняшнее видео будет о доставке amazon flex что это такое и реально ли на этом заработать мы живем в остине штат техас напоминаю реально ли заработать на доставке amazon flex да реально пока что я не заметила что это реально делать 500 600 долларов в день на amazon flex как это пишут что там 50 долларов в час 40 долларов в час вот эти все видео с youtube мы попробовали у нас получилось около 30 долларов в час это неплохо но такая загруженность есть не на каждый день и ловить такие заказы достаточно сложно потому что для того чтобы словить заказ нужно постоянно тыкать в это приложение обновлять и если вдруг тебе повезет то ты возьмешь этот заказ мы установили специальный бот который помогает ловить заказы и с помощью этого бота мы словили всего один заказ за 5 дней это заказ был на 4 часа 86 долларов но мы по сути справились но там за три часа можно так сказать за три часа получили 86 долларов как это происходит вообще ты ловишь заказ то есть либо через бота либо самостоятельно нужно обновляться постоянно и после этого приезжаешь к назначенному времени на склад amazon а получаешь эти посылки и собственно тебе выдают эти все коробки ты загружаешь машину и уезжаешь и и в самом приложении амазона у тебя показывается карта и ты по этой карте едешь в принципе и как это называется едешь и развозишь посылки это все построено как бы маршрут этот логистами из-за тебя то есть у тебя уже готовый маршрут по одной эре и то есть по одному району ты ездишь не тратишь много времени на развозку посылок потому что посылки могут быть как бы и соседних домах вот посылки доставляются и в офисы и в жилые дома и так дальше то есть по сути ты просто кидаешь под дверь посылку и выезжаешь дальше то есть много времени одна посылка не занимает но что мне не нравится то что словить заказ и рассчитывать на это как на полноценную работу нереально но по крайней мере в остине потому что я же говорю мы потратили пять дней на то чтобы словить заказ у нас ничего не получилось вручную и мы воспользовались ботом плюс еще один миф такой об амазоне amazon flex это то что ты вот зарегистрировался и думаешь что ты прям завтра поедешь посылки развозить за 30 долларов в час нет это не так когда ты регистрируешься то amazon ты как бы стоишь в очереди и нужно чтобы прошло время чтобы тебя одобрили и зарегистрировали поэтому это не так просто у мужа аккаунт висел где-то полтора месяца и только через полтора месяца он смог уже брать заказы но нам как-то было не до этого плюс он работал на другой работе и мы вообще этим не интересовались а сейчас у него появилось время и мы в принципе решили ну почему нет и вот только с помощью специального бота он кстати еще и платный мы словили этот заказ в принципе неплохо потому что через бот если через бот ты можешь выставить какое там тебе минимальное денег в час нужно сколько там до ближайшего при я поехать и так дальше то есть с помощью бота классно без бота ну это практически невозможно да я повторяюсь но для меня это было удивление потому что в моей голове это работало так что ты регистрируешься там висит куча заявок ты какую хочешь выбираешь и так дальше но нет то есть это не работает как такси и как даже тот же uber eats когда тебе прилетает заказ а ты в онлайне нет это нужно еще как бы бороться с конкуренцией а конкуренция на amazon flex очень высокая потому что нормальные деньги и ты их получаешь гарантированно то есть у тебя там ты взял четыре часа вот так как мы и получил эти восемьдесят шесть долларов гарантированно что вообще какие плюсы этой работы это гарантированный доход за гарантированное время или даже быстрее если ты развозишь что еще хорошо то что работа вообще несложная и требования английского вообще zero то есть ты подъехал загрузил коробки тебе там отсканировали твой код ты поехал кинул эту посылку под дверь там отсканировал закрыл дверь машину поехал дальше все вот так это работает то есть это это плюсы и то что ты можешь работать в утреннее время дневное ночное то есть разные споты которые ты можешь брать и в принципе работать какие минусы минусы это то что существует миф что можно на амазоне там в день на amazon flex зарабатывать 800 долларов в день но в остине я такой возможности не заметила может быть там в калифорнии в нью-йорке до в остине нет еще минус это то что большая конкуренция и я же говорю заказы не прилетают как в такси то есть если вы рассчитываете на amazon flex как на полноценную работу по приезду нет не рассчитывайте на это это достаточно сложно и занимает время также какой еще минус это например вот у нас вчера одна была возвратная посылка то есть мы не смогли ее доставить она была в офис но сама посылка опоздала и офис закрылся в 3 а мы приехали в 5 нам никто двери соответственно не открыл вот и после того как мы закончили развозить уже все посылки мы еще поперлись 30 минут обратно на пред чтобы вернуть эту посылку и нам за это время естественно никто не заплатил вот то есть это тоже минус и получается что эти восемьдесят шесть долларов отнять оттуда ну наверное долларов 25 на топливо вот чистый заработок то есть это не 50 долларов в час но мы попробовали в качестве релакса просто поездить покататься по городу там например вечером и чтобы с пользой хотя бы топлива покрыли там каких-то 5 40 50 долларов сверху да окей но не вижу я в этом постоянной работы то есть машина для этого должна быть не такая как у нас то есть не 36 литра гибрид например который есть очень мало топлива вот на такой машине возможно это и выгодно нам кажется что нет то есть amazon flex это тоже ну как бы чистыми наверно там получится 15 долларов в час хотя как бы кажется что когда ты считаешь вау 22 25 30 долларов в час но по факту нет по факту меньше то есть отнимаете топлива если есть возвратные посылки отнимаете от этого время пока вы доедете обратно на этот при при потом еще с преподомой то есть все это время и если например еще тоже минус до берешь спот в дневное время в дневное время пробки ну пробки трафик назовем это так здесь нет таких пробок как нью-йорке здесь есть трафик тягучки это называется и по этим тягучкам если ты будешь стоять то тоже это не окей хоть ты и развозишь как бы все в одной эре и но при этом время от времени нужно выехать на хайвей и на хайвее бывают тянучки поэтому но это тоже занимает время вот какой вывод amazon flex amazon flex это неплохая подработка но не основная работа и ролики о том что это 800 долларов в день считаю это трендеж чтобы не сказать по-другому вот поэтому делайте свои выводы желательно ищите работу в америке постоянную они доставки то есть доставки это подработки но если у вас есть другой опыт вы можете поделиться этим в комментариях ну и всем хорошего дня надеюсь что я вам помогу этим роликом немножко снять розовые очки по поводу работы в amazon flex ну и всем хорошего дня вечера пока пока